Вот, вода идет прямо из-под дома. Инна Игнатькова живет на первом этаже под квартирой подвал, из которого в окна залетают комары и доносится едкий запах. Поэтому проветривание ситуацию лишь усугубляет, вот и приходится жить в невыносимой духоте. Уже много лет в подвале стоит вода, и мы не знаем, как с этим бороться. Жалобы в управляющую компанию помогают, но лишь временно. Они приезжают, делают откачку воды, и вода впоследствии появляется. По словам Инны, управляющая компания отправляет в водосток, а специалисты той обратно в управляющую. И так по кругу, после коллективного письма в УК все-таки пришел ответ, что течь устранена, но, видимо, ненадолго. Вода в подвале стоит, запах не из приятных. Последний раз канализацию здесь откачивали в прошлом месяце, но, как говорят жильцы, это не спасает. Мы решили поговорить с директором управляющей компании, однако на месте его не оказалось. К нам навстречу отправили мастера. В многоквартирном доме Батумска, шоссе 35, проводились неоднократные комиссионные проверки, составлялись акты. Все инженерные сети в порядке. Подтопление подвального помещения происходит по причине водосточных ливневых труб, которые... ответственность водостока. Вместе с жильцами мы позвонили в водосток. Организация готова произвести ремонт, но за счет жильцов. Они отказались бесплатно это делать, так как сказали, что это муниципальная собственность. И выставили счет управляющей компании на 57 тысяч. Но управляющая компания не может оплатить такой счет. Сколько еще ходить по кругу людям дома на Батумском шоссе неизвестно. Но проблема с текущей канализацией гораздо серьезнее. Есть в фундаменте трещины. И когда мы снимали одно видео, там было прямо вот видно, что бьет ключ. Я так думаю, что это скорее всего подземные воды. И было даже такое, что один раз затопило дом, их также вызывали. Они просто привезли щебенку и засыпали. По мнению жильцов, подвалы необходимо обследовать. Но прежде прочистить и сделать капремонт. Бесконечные откачки воды положение не исправят. Люди надеются, что выйти из замкнутого круга им поможет государственная жилищная инспекция. Они уже отправили письмо в Москву.